Мы все еще на площади Кафедрального собора, на площади, где, можно сказать, родилась эпоха Возрождения. И сегодня мы будем говорить о Баптистерии, Баттистеру де Сан-Джоани, так сказать, имени Иоанна Крестителя. Он ведь покровитель Флоренции. Баптистерий – это самое старое здание на этой площади. По легенде, в которую верил и Данте, и ученые даже XV века, флорентийский Баптистерий – это бывший храм Марса, построенный римлянами после победы над этрусским Фьезуле. Вряд ли. То есть здесь точно что-то стояло в римские времена, потому что вокруг этого здания, огибая его, шел римский акведук. А под Баптистерием археологи нашли римскую мостовую первого века и римские же мозаики. Однако нынешний Баптистерий был построен или полностью перестроен в середине XI века, начиная с 1059. А мрамором его декорировали аж до 1200. Рядом было кладбище, к концу XIII века его убрали. Тогда же замостили и ступенчатое основание, на котором стоял Баптистерий. Поговорим немного о времени. Итак, после ухода византийцев в VI веке Тосканой около 200 лет правили ломбардцы. В VIII веке население Флоренции составляло примерно 2500 человек. Оно удвоилось в IX веке, когда владевшие Тосканой франкские маркграфы объединили районы Фьезоле и Флоренции, сделав новое владение самым крупным и важным графством в Тоскане. В эти же времена, или чуть позже, появился и первый мост через Арну, а также милиция для охраны от набегавших время от времени Мадьяр. Старые, еще византийские городские стены были восстановлены и расширены, включая теперь районы за Арну. В IX-X веках к западу от Баптистерия были построены дворцы для епископа и маркграфа, что закрепило роль Флоренции как административного центра Тосканы. Этого Фьезоле не может простить Флоренции до сих пор. Когда в середине X века Атонская династия подчинила себе Италию к северу от Рима, Отто I раз и навсегда остановил Мадьярские набеги, а пизанцы построили флот для отпора сарацинам. Флорентийцы же в своем порту построили торговый флот. Вот отсюда город как коммерческий центр и вырос. К середине XI века, как раз когда начали строить Баптистерий, население Флоренции достигло уже 20 тысяч человек. Вполне крупный город. Примерно в это время епископ Флоренции стал папой, Николасом II, а его последователь Григорий VII был первым, кто затеял спор об инвеституре с императором Генрихом IV. Кто будет назначать местных клериков? Кому будут платиться налоги? Речь шла о независимой власти папства или о полномочиях светской власти. Спор этот продолжался несколько веков, окончился победой светской власти, но борьба долгое время шла с переменным успехом. Так вот, Григорий VII как раз примерно в это время ее и начал. Точнее, не совсем так. Спор-то был давно, но теперь Григорий VII вынес его в открытое, так сказать, медийное пространство. Одна из самых важных вассалов императора, Матильда Коносская, мы о ней говорили уже, приняла сторону папы, и в 1077 году Генрих, признав свое поражение, вынужден был стоять босой на снегу перед замком Матильды в Коноссе, выпрашивая прощения у папы. Правда, позже он стал мстить Матильде, что привело к многовековой тосканской традиции поддерживать пап. Ну вот, почему мы сейчас об этом говорим? Да потому, что как раз во времена Матильды во Флоренции началось бурное строительство церквей. Санта Тринита, Сан-Миниату Альмонте, Санта Репарата, Сан-Лоренцо и Баптистерии были либо построены, либо перестроены в это время. И когда уже в XII веке королева ломбардов Теодолинда перешла из орианской веры в римскую католическую, во Флоренции появилось несколько церквей, посвященных Иоанну Крестителю. Баптистерий в это время был уже давно закончен. В плане баптистерий это восьмиугольник. Восьмиугольная форма была принята в то время. Можно вспомнить и базилику Сан-Витали в Равенне, которую мы недавно видели, и латеран в Риме, и особенно королевскую церковь Шарлеманя в Аахине, которая, в свою очередь, строилась так, чтобы походить на храм гроба Господня в Иерусалиме. Параллели с пантеоном тоже очевидны. Уже в XI веке его облицевали карарским мрамором, а отделка колонн в виде зебры это добавление Арнольфу де Камбио, конец XIII уже века. Тогда это было модно. Можно вспомнить и Пизу, и Сиену, и Аррието. Апсида была сначала полукруглой, но в начале XII ее сделали прямоугольной. Интересно, что структурно Баптистерий имеет две оболочки. И еще. Куполы в то время были редки, но купол Баптистерия это невиданное достижение в архитектуре того времени, ведь его диаметр 25 метров. Ну вот, теперь, если мы войдем в Баптистерий, а надо сказать, что всякий раз, когда я вхожу в Баптистерий, меня поражает такая благоговейная тишина, вне зависимости от того, сколько народу в него набилось. Помещение полутемное, освещается оно только небольшим фонариком вверху и небольшими же и заглубленными окнами высоко надо мной. Торжественный и неяркий мрамор, византийские, по сути, мозаики, мозаичные же полы, все это как-то не располагает народ к шуму. Интерьер Баптистерия декорировали и передекорировали несколько веков. Мозаичные полы, например, положили мастера из Луки в начале 13 века, но еще Леонардо в 15-м принимал участие в дизайне. Правда, его предложения не были реализованы, но денег на свой Баптистерий флорентийцы не жалели. И это видно хотя бы по тем мозаикам, которые первыми привлекают наше внимание, когда мы входим. Мозаики эти 13 века. Это единственное место во Флоренции, где они так хорошо сохранились. Но прежде чем мы к ним перейдем, вот этот монумент обращает на себя сугубое внимание. Это усыпальница Бальдасары Коса, самого, наверное, одиозного папы за всю историю папства. Феерическая жизнь Родился Бальдасары Коса в семье пиратов. Двое его старших братьев были приговорены к смерти. Поначалу молодой Бальдасары естественно занялся семейным бизнесом. Но потом, видимо, понял, что, примкнув к церкви, денег можно заработать больше, а риска и хлопот при этом меньше. Ну, тут он явно просчитался. Он таки переходит на службу к церкви, становится каноником, проявляет себя искусным дипломатом и искусным же финансистом. В возрасте около 40 лет он уже кардинал. А время, надо сказать, было интересное. Папство постепенно возвращалось в Рим из Авеньона, но авеньонские сидельцы свои позиции не сдавали, и поэтому в Европе существовало два папы, каждый из которых считал другого антипапой. Так случилась, длинная история, что Бальдасары Коса стал третьим. Ну, точнее, там сложнее, но часть времени, когда он был папой, существовало их трое. Самое же интересное состоит в том, что он оказал большое благодеяние Флоренции и лично Медичи, тем, что выдал банку Медичи концессию на ведение финансовых дел Ватикана. Это, собственно, послужило одним из краеугольных камней в создании медицейской финансовой структуры. Кроме того, он помог Флоренции заполучить Пизу, он помог ей в войне с Неаполем в 1408. В конце концов, его с пап свергли, заточили в тюрьму, через некоторое время Медичи его выкупили, и последний этап своей жизни он проводил во Флоренции. Перед смертью передав городу бесценный дар указательный палец с правой руки Иоанна Крестителя, покровителя города. А поскольку Баптистерий был посвящен Иоанну Крестителю, то понятно, что Косса хотел быть похороненным именно там. Самое интересное, что действующий папа в то время жил как раз во Флоренции. Вернуться в Рим ему не позволяли финансы, а Медичи его пригласили. И водружение тела антипапы в Баптистерии естественно не могло его не взволновать. Особенно если учесть, что поминки по Бальтасаре Косса продолжались во Флоренции девять дней. Никто таких похорон не получал. Даже Йося Мугенштейн. Медичи разрулили и это. Правда, папа согласился на очень скромную усыпальницу, но Медичи, пригласив Донателло и Микелотцу, воздвигли вот это. Монумент действительно весьма внушителен. Покоится он между двух огромных древнеримских колонн. Поэтому для того, чтобы он не касался маленьким, он должен был быть высоким и широким. Восемь метров высотой он несколько веков был самым высоким в Европе. В этом монументе шесть элементов. Прежде всего, платформа. Над ней головки ангелов и цветочные гирлянды. Выше – фигуры христианских добродетелей, вера, надежда, любовь. И уже на них покоится саркофаг длиной более двух метров, на котором изваяние усыпшего. Бронзовое, не мраморное, причем позолоченное. Можно себе представить, как это выглядело в самом начале. На нем епископская митра, а не папская тиара. Небольшой компромисс. И на самом верху Мадонна с младенцем под балдахином. Можно только представить себе гнев, так сказать, настоящего папы, тем более, что надпись-то на монументе гласит Иоанн 23, бывший папой, в то время, как церковь папство Коссы не признавала. Действующий папа потребовал изменить хотя бы надпись, но флорентийцы и тут ответили отказом. Интересно, правда, что практически никаких доказательств, приписываемых Коссе злодеяний, не существует. Ну, мы же знаем, что историю пишут победители. Но мы до сих пор ничего еще не сказали о самой крестильной купели. В той, что стояла здесь с 1128-го, ее принесли из Сантори Параты. Была центральная купель для взрослых и несколько маленьких для детей. На ней были рельефы, приписываемые Андрия Пизану. Одну из этих маленьких купелей сломал Данте, когда, присутствуя на одной из церемоний, бросился спасать тонущего ребенка, которого упустили взрослые. Эта старая купель была разрушена и заменена меньшей в 1576-м для крещения старшего сына великого герцога Франческо I де Медичи, а в 1907-м на чердаке Баптистерия нашли части старой купели. Ну вот, в Баптистерии есть еще саркофаг, в котором, как долгое время считалось, лежит Галла Пласидия. На самом деле, как мы уже обсуждали, похоронена она была все же в Риме, но саркофаг этот действительно времен Феодосия, 4 век. И еще несколько интересных фактов. В 1289-м епископ-воин Гебелин Гульельмо пал в битве с гвельфами. Так вот, гвельфы повесили его меч прямо здесь, где детей крестят, и 400 лет проводили совещание под мечом своего врага. Пока великий герцог Казимо III не повелел вынести меч из Баптистерия уже в начале XVII века. И еще одна история. В 1209-м император Священной Римской империи Отто IV прибыл с визитом во Флоренцию. Во время церемонии, проходившей здесь в Баптистерии, он увидел в толпе знати поразительной красоты девушку и спросил у стоящего рядом знатного флорентийца «Кто она?». Флорентиец, оказавшийся отцом девушки, ответил, что она дочь того, кто разрешит императору поцеловать ее. Услышав слова отца, девушка, зардевшись, встала и гневно ответила «При всем уважении, батюшка, до такой степени вы надо мной не властны». ответ девушки произвел такое впечатление на императора, что он выдал ее за знатного юношу, дав им графское звание и довольно обширные земли. И еще одна история напоследок. Когда Карл Валуа в начале 14 века подошел к Флоренции со своим войском, именно здесь приор республики собрал знатных людей города и потребовал, чтобы они поклялись над купелью, в которой их всех крестили, в этот трудный час прекратить распри и вместе дать отпор врагу. Ну, а теперь наконец мозаики. Продолжение следует...